Снова Дениска спрашивает, что такое русско-национальное государство? Какой прок, например, якутам и калмыкам жить в чужом национальном государстве? Отвечайте, пожалуйста, осторожно или опустите вторую часть вопроса. Ответ на сам... Ну, давай я сначала отвечу, потом ты добавишь или поспоришь со мной. Я боюсь. Нет, по-моему, здесь нечего бояться. Соединенные Штаты это национальное государство. Национальное государство, в котором китайцам, русским, французам, англичанам, немцам, арабам, живется лучше, чем в любой другой стране. Потому что когда у вас есть национальное государство, которое заботится о своем народе, это государство выгодно всем. Поэтому и русское национальное государство, оно, разумеется, будет выгодно и калмыкам, и якутам, и всем, кого вы перечислили, потому что это государство, которое заботится о своем народе. Нет, ну если национальное государство представлять как государство, где якут просто по праву своего рождения, по форме черепа или чего-то там еще, не будет иметь избирательного права, не будет иметь права поступить в университет, и так дальше. Я не являюсь сторонником такого национального государства, а слово «совсем». И, по-моему, даже «современное» лучше, чем... Ну, я, по-моему, с учётом, да, ну как бы, не знаю, если человеку кажется, что именно это вкладывается смысл, я, честно говоря, даже не видел националистов, которые бы выступали за то, чтобы, значит, создать такое государство, где все, у кого нету, не знаю, там, какого-то определённого генома, да, они были бы дискриминированы уже просто по факту того, что у них там, не знаю, черты лица неправильные. Вот. Речь, конечно же, идёт в первую очередь о создании политической нации. Понятно, что у любой политической нации, ну, как правило, бывают те или иные этнические, этническая база, даже у американской нации. Всё-таки была там, значит, база в виде британцев. Но это, в общем, не самый главный вопрос, значит, не самая главная вещь, да, и самое главное — это, конечно, политическое единство какая-то, не знаю, культурная общность, историческая общность и всё остальное. Да, что касается, ну, опять же, если вы думаете, что национальное государство — это государство как, не знаю где, ну, как в Китае каком-нибудь, например, да, где, если ты не... В Китае... Нет, в Китае... Ну, там очень странная история, когда там нет национального государства, но при этом, если ты не ханец, то у тебя будет весёлая история жизни, да, значит, для того, чтобы пробиться хоть куда-то. Я просто сказал, что в Китае антинациональное государство. Ну, понимаешь, в чём дело? Оно антинациональное, с другой стороны, да, оно в то же время дискриминирует там все, кто, значит, не имеется... Как-то они отличают друг друга? Вежливый вид, извините, пожалуйста. Вот. И, значит, кто не имеет там правильных черт лица, да? Вот. В этом отношении, конечно, я не влияю сторонником национального государства, и ничего хорошего в государстве, где там Якут будет дискриминируем по праву рождения, я не вижу. Я вижу ничего хорошего в современном, значит, российском государстве, где у нас совершенно безумная формулировка про многонациональный народ, который постоянно ставит тупик, не знаю, западных политологов, как может быть многонациональный народ? Может быть, нация, состоящая из многих народностей? Ладно, с этим мы согласились. Там, если мы понимаем народность как понятие этноса, ради бога, в Америке, значит, нация, которая состоит из безумного количества народностей, да, не только в Америке, там где угодно. Да, это ещё понятно. Многонациональный народ, нация — это политическое понятие в первую очередь. Многонациональный народ — это несколько политических общностей, которые зачем-то живут в одном государстве. Я чуть-чуть не согласен с Матой, Не хочу эту тему сейчас развивать. Если вам интересно, посмотрите. У меня вчера был стрим «Убер-маргинала», где мы, на самом деле, очень подробно говорили именно на эти темы и говорили, в общем... По-моему, были даже интересные мысли, посмотрите. Ну, действительно, современная РФ, она, в общем, непонятно чье государство, непонятно для кого. Для Путина путинское государство. Мне кажется, что Путин здесь тоже является подчиненной функцией. Он выгодополучатель этого режима, так или иначе. Ну, один из многих. Нет, один из немногих. У кого-то яхта на 16 тысяч тонн. У меня это смущает просто. Я очень люблю кораблики, когда я знаю, что кому-то человеку... Глупое животное, денег много, не бывает. Тем более водоизмещение в том. Очень разочарался в этой админи после стрима «Умаргинала» с какой-то молодой националисткой. От него было просто тупой хейт украинцев на уровне крохотусика просвирнено и отрицание существования украинской нации как таковой через якобы отсутствие украинцев культуры. Поясните, это был просто троллинг, или я повелся, и это были реальные его мысли. Нет, смотрите, не про отсутствие украинцев культуры. Культура есть у кого угодно, у калмыков. Другое дело, что мировое значение украинской культуры, ну, конечно, намного меньше, чем значение культуры русской. Впрочем, как значение русской культуры существенно меньше, чем значение, скажем, англоязычной культуры. Да, английская – это как-то слишком узко. Англоязычная культура. Да, конечно, в мире намного меньше знают Шевченко, чем Пушкина, и намного меньше знают, не знаю, там, Лесю Украинку или Ивана Франкоченко. А я не говорил там, это моя интерпретация неверная того, что я говорил. И дальше, да, человек может самостоятельно решить, с какой культурой он хочет себя идентифицировать. Если он не хочет идентифицировать себя с русской культурой, а хочет с английской, ну, или англоязычной, ну, не знаю, это вполне себе как бы разумное рациональное действие. Но если он, зная русский язык, зная какую-то русскую культуру, имея какую-то русскую культурную идентичность, хочет перейти в идентичность, ну, в конечном счете вторичную, в культурную идентичность, не самую важную, не самую значимую для, значит, мира. Я недавно смотрел количество сайтов на разных языках. Там на английском больше 50%, но это понятно. Русский второй. Больше, чем на немецком, больше, чем на китайском. Это, кстати, было удивительно. Да. Это то, что меня удивило. Да, китайцы, вот удивительно, при том, что у них там у каждого смартфон. А вот как-то вот, вот, вот как-то они, ну, все сидят в вайбу. Мне сказали, что, или как вайбу, не помню. Все здесь сказали, значит, что нужно сидеть, сидеть. Я говорю, уже язык заплетается. Зря, надо было с самого начала минералку. У меня алкоголь, он никак не воздействует на мозг, но сильно воздействует на язык. Ни на способность передвигаться. Вот, значит, они все сидят в одной единственной социальной сети, и все, им достаточно. Они не хотят из него никуда уходить. Они такие, ну, в значительности по культуре конформисты. Они туда загнаны. Конечно, да. Я с этим тоже согласен. Граничит интернет. Согласен. Объясняю, почему в Китае не появилась Великая культура до сих пор, хотя казалось бы... Википедия на китайском, это просто смех и слезы, потому что... Ну, потому что она там не грузится. Да, естественно. Она заблокирована, поэтому Википедии на китайском нет. Люди добровольно себя отрезали от гигантской... Я один нюанс добавлю тому, что я сказал в АТО. Я, как ни странно, с ним согласен. Есть причина, почему люди выбирают другую идентичность против доминантной. Это дистанцирование от политической системы и попытка создать ей альтернативу. И это объяснимое, благородное желание, которое подпитывается тем, что происходит сегодня в России. Опять же, людям больше хочется жить в Польше, а не в России. Они едут, значит, работать, зарабить чане когда-нибудь с запада. Сначала в Россию и видят, да, там богаче, там лучше. Потом они идут в Польшу и видят, что там, во-первых, еще лучше. Во-вторых, они видят, что там построено нормальное современное государство, где поляк там выступает не в качестве какого-то, значит, подотчетного населения, а в качестве, ну, хозяина своей страны в конце концов. Где, ну, просто внешне выглядят города. Притом, что у них есть там, конечно, и хрущевки, и грязь, и все остальное. Они нужно идеализировать и где угодно. Это есть во Франции, есть пригороды такие, что выглядят хуже, чем наша Капотня. Значит, но тем не менее, да, они видят, что, ну, лучше живут люди, ну, в конечном счете. Притом, что у них нет нефти, ничего, да, и они говорят, ну, давайте мы будем как поляки. Так происходит обособление. Да, а чтобы быть как поляки, нужно быть... А для того, чтобы быть как поляки, значит, давайте будем говорить на украинском языке, тогда мы войдем в единую, значит, семью европейских народов. Там логика не такая, нет. Там логика не такая. Люди... Есть пласт населения, который въезжает в Польшу и абсорбируется в польское общество. Есть пласт населения, который реагирует на то, что происходит в России и пытается как-то создать альтернативу на Украине. Это совершенно благородное желание. Я неоднократно желал и сейчас снова желаю украинцам в этом успеха, потому что если у нас будет успешный пример под боком, нам будет проще реформировать собственный режим. Я это много раз тоже повторял на своем канале. Абсолютно понимаю, пока у украинцев не получилось просто. Нет, я считаю, что в конечном счете там различия между... Западная Украина – это отрезанный ломоть, это территория, которая там 150 лет находилась. Нет, слушай, ну это совершенно не важно. Это очень важно. Это абсолютно не важно. Новые идентичности появляются по щелчку пальцев. Ну я бы не хотел, чтобы новые идентичности появлялись на территории Харькова. Еще я хотел бы... Совершенно не важно, что хочет на этот счет Ватадмин. Я говорю, какие стимулы существуют к появлению этой идентичности. И стимул конкретный. Российское правительство, правительство России репрессивно, не хочется быть его частью, хочется создать ему альтернативу. И критика к украинскому правительству и тому, что происходит сегодня на Украине, у меня исключительно созвучна с критикой, которую я адресую собственному правительству. Когда я говорю, что никаких проблем Украина не решит ни с Крымом, ни с Донбассом, пока она не построит себе сильную экономику, пока она не стабилизирует ситуацию, политическую ситуацию внутри страны, то же самое относится к нам. И проблема с Крымом возникла ровно поэтому. Если бы Украина была Польшей, Крым отжать бы не удалось. Я решила, что Украину не Польша. Это я не буду комментировать. Я хотел бы, чтобы Россия была в положении, где люди хотят стать ее частью, а они сбежателены. Ну вот с этим я полностью согласен. Вы имеете в виду старого сообщения, тюзда, 5.48 а.м. Продолжение следует...